Салют, братюнь, ты на канале НЕ КАРАТЕ Бокс не карате, тут думать надо Братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду Бокс не карате, тут думать надо Братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду А сегодня будем разбирать двух практически россиян Безмалова, Илунгу Макабу и Табиса Мчуно Двух бойцов из Африки Чувствую себя доктором Айболитом И сегодня буду препарировать эту тему И выяснять, кто же из них окажется сильнее Биться они будут буквально на днях С 29 на 30 в ночь В Америке будут выяснять, кто же из них сильнее И кто из них больше достоин составить конкуренцию И разделить ринг с нашим рыжим другом Собственно, касательно бойцов Игра была равна Играли два неплохих бойца Но сказать, что шедевральные Не скажу, есть в Крузервейте значительно более серьезные игроки Тот же Марис Бредис С ним не встречался ни один, ни другой Тот же Юниер Дортикос Ну и Мурат Гассев, может все-таки вернется Мне кажется, разобьет их на раз-два одной левой Наших бойцов всех практически положили и разбили эти парни под орех Я имею ввиду Дениса Лебедева, Евгения Тищенко и непосредственно Алексея Папина В общем, уничтожили на двоих всю нашу дружину боксерскую Поэтому у нас они хорошо известны Об этих парнях можно очень много говорить Но по факту не хочется, знаешь, словоблудить Хочется сказать следующее Если их сопоставлять одного против другого То по факту примерно одно и то же Вот прям очень они похожи И стилистически они похожи И габаритами они похожи И по возрасту они практически по годке Поэтому, знаешь, слукавить, если сказать, что сильнее один или сильнее другой Максимальная интрига, максимально любопытно Наш кореша из компании Мелбет дают офигительные коэффициенты Солидные на этот поединок Можно, чтобы прям адреналин поднять всем максимально Немножечко поставить Я напомню, что всех новых игроков по промокоду НЕКАРАТЕ Ждет приветственный бонус Братюнь, в первом закрепленном комментарии Ссылочка, промокод НЕКАРАТЕ До 10300 рублей Забирай свой бонус И тогда смотреть этот поединок будет вдвойне весело По микроф... Это точно Фактам и аргументам пройдемся Которые могут повлиять на исход данного поединка Ну, на исход не повлияют Только парни, их мастерство может повлиять Ну, факторы, которые помогут нам определить победителя Я, честно говоря, даже для себя Вот сейчас пишу это видео И вот у меня нету конечного результата Давай вот прям пройдемся вместе По шагам И придем к какому-то выводу Смотри, значит, они погодки 34 года одному 33 Мчуну чуть помоложе Профессионалах Макабу у нас 13 лет Мчуну 14 лет По габаритам Сопоставимые Макабу 183 Мчунчик 180 Размах рук 188 против 184 Ну, все сопоставимо Оба левши. Они оба не самые крупные, они оба не самые выдающиеся, поэтому если Мчуно выиграет этот поединок, Канело 100% побежит биться с ним. Если Макабу отстоит свой титул, будет биться Канело с Макабу. Здесь и то, и то, в принципе, удобоваримо и по габаритам, и по мощи, и по технике. Для Альвареса подъемно. Вот, поэтому парни будут биться, чтобы вот следующий поединок провести с Альваресом. Это не тот поединок, они уже бились, и тогда Макабу побил Мачунчик. За счет, ну за счет мощи, он просто по габаритнее, посильнее и выносливости побольше, наверное, тоннаж ударов от Макабу, Мачуно ощущал посильнее. Ну вот здесь вот, не сказать, что кто-то был поточнее, просто удары от Макабу были посильнее, потому что он сам поздоровее. Вот лейп-мотив основной и на этот же поединок, в принципе, может быть таким. Ну ладно, смотри, у Макабу простой, 406 дней, у Мчунчика 308, у Мчуно процент нокаутов поменьше, 23 поединка, 13 нокаутов, 5 поражений. Ни о чем эти поражения не говорят, примерно такая же статистика, 28 боев у Макабу, 2 поражения, 25 нокаутов, а вот нокауты, видишь, я тебе говорю, Макабу бьет посильнее, реально посильнее, и это ощущается. То есть процент нокаутов у Макабы 89, у Мчунчика 56. Вот, простой, 406 дней у Макабу, у Мчуно 308. Давай по преимуществам. Во-первых, ну не знаю, насколько преимущество то, что ты с поясом. Ну вообще-то сторона, а может быть что-нибудь там продиктуют какие-то условия, хотя по дате там они могли сами высказаться, когда им удобнее. По удару, да, безусловно, плюс на стороне Макабу интереснее, чем у Мчуно. Мчун, он более верткий, он более верткий и прыгучий такой, но вот бьет интереснее, конечно же, Макабу. Ну оба они левши, антропометрия тоже за Макабу, больше профессиональных боев, меньше профессиональных боев, но это по сути как бы роли не играет, уже не на старте, парни далеко находятся. Ну и непосредственно фаворит в этом бою у букмекеров непосредственно Макабу. Это как бы то, что за него, то что за Мчунчика, но он моложе, ну и собственно меньше дней простоя. То есть у него был Тищенко не так давно, а им деклассирован, ну и все, как бы меньше простоя у одного, второй сам покрупнее бьет мощнее. Фиг его не знает, но этот верткий, этот как бы верткий, если функционал на должном уровне будет и такая мотивация с Альваресом побиться. Тут они будут шаг кость в кость биться, с учетом того, что они очень похожи, тут может быть все что угодно, всяким может закончиться. Не знаю я, мне кажется, Макабу уже пожал руку Канело и вероятность, конечно, что он не упустит эту возможность, что он уже ее прям нутром чувствует, она побольше. Плюсом он Мчунчик это нокаутировал. И вот у Мчуна может быть, знаешь, это тело помнит те удары, тело помнит, что закончилось все не очень хорошо и возможно не так будет слушаться. Тоже такая вероятность есть. Поэтому я все-таки склоняюсь, что Макабу должен этот бой забирать. Макабу должен за счет габаритов, за счет того, что уже эту работу проделал, за счет того, что уже Канело руку практически пожал и готов биться с ним за большие-большие деньги, должен Илунго Макабу этот поединок забирать. А как это закончится? Ну, возможно, так же, как и первый поединок нокаутирует уже после Экватора. Всякое возможно. Братюнь, хочешь поставить, поставь. Но это очень сомнительная ставка с точки зрения выигрыша. А вот с точки зрения получить удовольствие, 100% рекомендую, потому что будет жарко. Мне кажется, будут качели в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую. Здесь стилистические парни друг к другу неудобны, потому что оба левши и непонятно, как это все будет происходить спустя какое-то время. То есть они уже будут какой-то расчет, а у них же понимание есть, что они будут готовить. Хрен его не знает. Может быть, компот, кисель, а может быть еще что покрепче. Что у них там в Африке пьют, я не знаю. Но 29 числа мы это все узнаем. Не забудь поставить королевский лайк, если видео зашло, поделиться со своими товарищами. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Бомбарбье. Да, да, да. Киргуду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok